Кремы, молочко для тела, скрабы и другую продукцию для косметологии выпускают в Малаховке. В цехе по производству косметики, который начал работу в 2018 году, побывал глава округа Владимир Ружицкий. Это был стартап-проект, в успех которого верили только те, кто его задумал. Вложив немалые средства в оборудование и лабораторию, началась его реализация. Теперь это одно из предприятий, куда за помощью в создании косметики обращаются многие известные бренды. На сегодняшний день это порядка 40 миллионов рублей за полгода. В штуках от 100 до 250 тысяч единиц, но для площадок это немножко не то, потому что идут постоянные изменения. Так как мы стартап, цифры эти меняются от месяца к месяцу в сторону увеличения. Косметику создают с нуля, разрабатывают рецептуру, проверяют в лаборатории и только потом запускают в производство. Ассортимент постоянно расширяется. Сейчас одних только кремов для лица несколько десятков видов. Молочко для тела. Да? Да. На эфирных маслах. Похоже на молонок, кстати. Вот это вот эти кетки. А почему написано не на нашем? Потому что бренд так себя позиционирует на рынке. В планах предприятия выпускать продукцию под собственным брендом, чтобы о люберецкой косметике узнали далеко за пределами московского региона. Вот только дело это затратное, поэтому без поддержки властей никак. Я думаю, что мы более плотно будем работать. Более того, есть возможность войти в областные программы, где тоже имеется финансовая помощь. У данного предприятия есть будущее, потому что на рынке надо быть по-доброму, конечно, агрессивным, настойчивым, профессиональным. Ну, что у данных людей всё это есть. На предприятии трудится 35 человек. В ближайшее время здесь появятся новые рабочие места. На фабрике планируют увеличить ассортимент и объём выпускаемой продукции. Поэтому без дополнительных сотрудников не обойтись. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.